Приветствую всех! Меня зовут дядя Митя, и я нахожусь сейчас в Сочи, в Адлере, в колесе обозрения, чтобы для вас снять интересное и замечательное видео. В итоге новогоднее, конечно, но смотрите, какая здесь красота! Сейчас мы поднимемся на самую-самую верхоту и посмотрим, что здесь. Как тут красиво! И горы с той стороны! Людик, брось ты! Ну что, Юля, как вам колесо обозрения в Сочи? А-а-а-а, страшно! Болтается, как это, блин! Вообще ужас! Блин! Колесо обозрения идет 15 минут и поднимается на самый-самый верх! И мы можем посмотреть все с птичьего полета на стадионы! Они с той стороны находятся у нас! А также Формула-1 тут тоже проходила! Ну и проходит, конечно, каждый год! Я не знаю, как там все это заведено! Не, это круто! Это очень-очень круто, когда можно понаблюдать с высоты, блин, птичьего полета на стадион! И посмотрите, какая красота! Я просто счастлив! Я кайфую, на самом деле! Мне класс! Этот того стоит! Хотя колесо обозрения всего 15 минут и стоит 500 рублей, ну, кайфово! Ты получаешь от этого удовольствия просто, блин! Кайф! Фу, какие людишки маленькие! После Нового года, 1 января, мы решили пойти в парк Южной культуры! Была акция посещения для всех бесплатно! Главным элементом данного парка является концепция из тропинок и дорожек! Дендрария имеет несколько олей из гималайского кедра и пихты, тюльпанового дерева, а также все дополняет водоемы! Представляю олигарх, сижу, у меня вот сейчас сигару какую-нибудь убил, и вообще такой вид просто открывается моему взору! Блин, ну красота вообще неописуемая! Не, класс! К сожалению, долгое время парк находился в плачевном состоянии. Была нарушена концепция всей территории парка. Близкое расположение грунтовых вод ослабляло рост экспонатов. Также на парк очень пагубное влияние оказались смерчи и бедствия. Такой спустился вниз, посидел, отдохнул, в тростниковой поляне, вообще... В 2008 году началась реконструкция южных культур, которая привела его еще в худшее состояние, что было раньше. И только в 2016 году парку дали второе дыхание. Здесь провели действительно глобальную реконструкцию. И именно после этого южные культуры можно назвать достопримечательностью Сочи. Не знаю почему, но я всегда хочу зимой, чтобы была весна. Чтобы уже такое было настроение, такое хорошее, припуднятое, весеннее. Вот как у нас сейчас. Идешь и кайфуешь просто. Сразу видишь, человек с юга приехал, а жить к нам, ворожишь. Я никогда не испытывала такого желания. Я прожила все время в Воронеже, в Воронеже. И у меня не было. Для меня Новый год это елка, это мороз, желательно посильней. Это снег, желательно по колено. То есть для меня Новый год ассоциируется именно с такими понятиями. А приехать, я умрю, тут просто немного другие эмоции, другое восприятие Нового года. Ну хорошие эмоции. Ну это не школе. Это весеннее. Вон там он сидит, вон фиш. А? Олимпийские объекты стоят рядочком. Все. Ну, круто же. И самолет летает. Вот теперь рукой можно было. На следующий день мы посетили главную жемчужину города Сочи. Это Красная Поляна. На ЖД вокзале нас уже встретил экскурсовод с бесплатной экскурсией по Красной Поляне. Мы приобрели билеты на Розу Пик. Это является одним из зрелищных маршрутов канатной дороги. Первая остановка происходит на высоте 1170 метров, которая называется Роза Плата. Это место знаменито тем, что в 2014 году здесь жили спортсмены. Вторая пересадка у нас проходила на высоте 1350 метров с названием Заповедный лес. К сожалению, там не очень интересно. Я нахожусь в одном из прекраснейших, одном из самых лучших курортных мира Роза Хутор. Здесь, я не знаю, даже как в сказке, тут находишься, снег не тает под ногами. Хотя градуса 3, наверное, тепла. Вот такое ощущение. Плюс 2 градуса, а снег даже не лепится. Нифига. Я не знаю, с чем прикол такой. Вообще. Ну, это очень круто. Тут по сторонам, если посмотреть, конечно, сегодня не солнечная погода. Обидно. Но ничего страшного в этом нет. Тут все равно так красиво. По сторонам смотришь, кайфуешь. Горы везде, блин. Мы еще поднимемся на два подъемника. Сейчас мы находимся на одном подъемнике, как он там называется, не помню. Олимпстрой. Олимпстрой, да, олимпийская деревня тут. Люди катаются, как бы все классно. Но мы все-таки будем подниматься все выше и выше, к небесам, блин. Посмотрим, кто там живет в небесах. Ты знаешь, кто там живет в небесах? М? Ну, я это узнаю. Ну, сейчас увидим. Конечно, красота неописуемая просто. Блин, как тут классно, а? Вы посмотрите. Аж захватывает дух. Когда ты поднимаешься на подъемнике. Блин, классно. Ну, мы все-таки еще выше поднимемся и посмотрим, что там происходит. Я не знаю. Как я вообще сюда попал? Вот, Юля, тебе Новый год. Наконец-то мы Юлю хоть удовлетворили снегом. Блин, тут столько снега, вообще ужас. Если мы находимся в Сочи, там, в Адлере, да, там вообще нету снега. Там дожди идут, а тут просто классно. И вот третий подъемник гондольного типа. Наша цель – Роза Пик. Высота 2350 метров над уровнем моря. Ребят, нахожусь я сейчас на третьем подъемнике подняюсь. Поднялись на высоту 2320 метров в горы. Просто вообще тут в юго. Мы все окоченели и нихрена не видно. Такое чувство, как будто мы никуда не уезжали, и мы вас разводим. Ну, смотрите, все-таки тут лыжники как бы есть. Ну, ботистые. Все есть, как бы, да. Ну, вот это то, что тут нифига не видно. В юго просто. Я не знаю, они там куда-то, вообще куда-то уезжают. Их там просто не видно, не слышно. Вообще, вот так вот там кто-нибудь раз и все ушел, короче. Да. Так что все, мы, короче, замерзли. Закончился этот сегодняшний день. Полюбоваться горами, конечно, не получилось. Жалко, обидно, досадно, блин. Ну, ничего страшного. Еще приедем. Еще посмотрим, что, как здесь. И все, будет отлично. У нас еще много времени, чтобы заснять много интересного. О, короче, я немножко облох. Мы спускаемся вниз, вот в такой комфортабельной кабинке. Двоем. Никого нам не подсотили. Это очень круто. Единственное, блин, подкачала погода. Было бы солнечно, было бы классно. Или у природы нет, плохой погоды. Так что все хорошо. И мы спускаемся вниз. В розу. После всех прикручений на розе пик, мы решили провести более спокойный отдых. И решили посетить Адлеровский океанариум. Экспозиция океанариума поделена тематические зоны. Зона пресноводных обитателей, зона морских обитателей. Все внутренние помещения находятся в полутьме. И лишь некоторые экспозиции подсвечены ярким светом. Среди самых необычных обитателей океанариума это сказочные герои. Дети и взрослые всегда с нетерпением ждут появления в Большом бассейне русалок, Посейдона, Ихтиантера и Дед Мороза. Также в самом Большом бассейне оборудован акриловый тоннель длиной 44 метра. И шириной стекла 17 сантиметров. Так что можете не бояться, проход там безопасный. Говорят, ну как вам, Юля, представление, которое мы сейчас посмотрели. Мне очень понравилось, что русалка была на высоте. Разве не так? Так мы сейчас находимся в океанариуме города Адлер. Посмотрели шоу русалок и русалок. Посмотрели, по-моему, самый большой океанариум в России. Воронеже занимает второе место по величине. Бассейн просто обалденно. А вон русалка до сих пор плавает. Короче, было очень-очень круто. В конце нашего маршрута нас ожидает магазин сувениров на любой вкус и цвет. Там можно выбрать ракушки, можно выбрать кружки и все такое. И везде будет написано Адлер. Сочно. И вы можете привезти своим близким и родственникам. Ой, собаки, собачьи. Чуть меня не сбили с собаки. Все, ребят. Вот такое вот сзади меня море. Новогодние каникулы заканчиваются. Пора возвращаться в любимый Воронеж. Блин, ну круто, конечно, тут такие волны. Я первый раз вижу, вы посмотрите. Море очень-очень грязное и очень холодное. А когда мы сюда ехали, было градусов 18, говорили, вода. И вообще вот видно смешение каких-то там течений холодных. Принесло такую грязь. Вот смотрите. Я привык море, когда чистое, идеальное. А тут такая... Не, ну круто, конечно. Мочью был шторм большой. Река стала полноводной, которая рядом с домом моим. Ну, было тоже прикольно, что мы говорили. У-ху. Ну, вообще, вот так вот. Ну, а так вот. Ну, короче, всем, кому понравилось мое видео, не забывайте на меня подписаться. Меня зовут Дядя Митя. Я снимаю для вас самое интересное, то, что происходит в моей жизни. Чтоб вы это увидели, и чтоб я мог потом еще раз посмотреть. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok